Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Работая над собой, на чувство вины, которое жило в детских, травм наткнулся на то, что в моей голове все время звучит голос осуждения и замокритики себя, который прокручивает какие-либо прошлые события в жизни и осуждает, как я поступил или что-либо сделал не так. Тогда я пошёл дальше и начал просто практиковать безусловное принятие себя через призму того, что я жил в любви, чтобы что хотел стать идеальным, без права на ошибку и обделял себя в любви и принятия. И соответственно в том, что не позволял каких-то возможностей, которые дарил мне жизнь, значит мне войти. Так как считаю, что я их просто недостоин и всё должно быть наказано. Но это было не очевидно для меня, так как происходит где-то на уровне подсознания и автоматизма. И так же понял, что вся моя семья в всю жизнь за меня считала не таким. И всегда смотрел осуждением каким-то. Я все свои 36 лет пытался доказать им обратное, отказавшись навсегда от себя самого. Это реально не жизнь на каторге. После смерти мамы не указавший бог в груди не давал покоя через её принятие. Причем это начали приходить инсайты такого, как чувство вины и впоследствии условное принятие себя, которое разворачивало всю мою жизнь и я просто пускал в свои возможности жизни. Практикуя безусловное принятие себя, вы прикиньте для своих родных, я начал ощущать какой-то подъёмочек по опору внутренней. Нормально ощущаю какую-то душевную боль и доску. Что это значит и как можно укоренить и вшить в себя, безусловно, под безусловное самопринятие вопреки всему. Спасибо. Леонид, я неоднократно, насколько я помню, отвечал на ваши вопросы. Вот и как мне кажется, здесь вы как-то знаете, основная ваша ошибка в том, что вы выдаёте некоторые свои выводы как истинные. Да? То есть, например, почему вы вообще решили, что безусловное принятие себя должно быть вопреки кому-то? Вот. Это первое. Да? Ну просто вот почему вы решили? Почему вы решили так? Это первое. Второе. Второе. Вы говорите о тоске, которая у вас появляется в боли и тоске. Опять же, почему вы считаете, что боль и тоска, которые вы чувствуете, это действительно они? Может быть, это что-то другое. Может быть, это не боль и тоска. Может быть, это некоторые другие чувства ваши. Вот. Может ли такое быть? Вполне. Да. Поэтому как-то вот основная ваша, как мне кажется, такая вот деструкция в данном утверждении заключается в том, что вы выдаёте то, что... то, какие выводы вы делаете сами за истину. Судя по всему, не совсем её как-то подвергая критике. Да. При том, что в целом вы производите впечатление человека, который, ну, скажем так, достаточно мнителем и в себе несколько неуверен. Понимаете, да? Вот. Это первое. То есть, тут необходимо, так сказать, ревизия. Дальше. Вот вы пишите, работая над собой и над чувством вины. Как именно вы работаете над собой и над чувством вины? Как конкретно вы это делаете? Каким образом вы это делаете? Что вы понимаете под работу над собой и над чувством вины? Знаете ли вы, что такое чувство вины? Ну, я имею в виду, хотя бы, что оно из себя представляет, это чувство вины и так далее. Не совсем здесь понятно. Не допускаете ли вы, что ошибаетесь и на самом деле это не совсем чувство вины? В том, что оно может присутствовать у вас. Я, конечно, верю. Оно действительно может присутствовать в чувство вины, но давайте будем честны и все-таки допустим, что, может быть, вы ошибаетесь и, может быть, не только здесь делав чувство вины. Ну и, естественно, что значит вы работаете над собой, тоже вопрос, как я уже сказал. Далее. Вы говорите, чувство вины шло из детских травм. Это очень грустно, безусловно, что у вас такие травмы, ну, присутствуют. Но, опять же, каким образом вы пришли к тому, что чувство вины идёт именно из травм? И что это за травмы? Вот. То есть, ну, что они из себя представляют? Я имею ввиду травмы. Вот. Прорабатывали ли вы их эти травмы, потому что с ними тоже нужно работать? Не так вот, как вы это делаете сейчас, на мой взгляд. А, ну, вот, с ними нужно работать и работать, ну, довольно серьезно, скажем так. Вот. Поэтому здесь, конечно, тоже к вам вопрос. Здесь, конечно, тоже к вам вопросы. Вопросы, ну, довольно серьезные. Надеюсь, вы понимаете, что я имею ввиду. Да? Потому что, как бы, если не разобраться с этим, то, ну, как бы, вы, опять же, очень быстро, как бы, рискуете, вот, в какое-то не то направление совершенно уйти. Вот. Дальше. Значит, в моей голове взрывы звучит как голос за осуждение снимокритики себя, которые прикручивают какие-то просто события и осуждают, как я поступил или что-либо сделал не так. Смотрите. Это, ну, помимо того, да, что вам все-таки хотелось бы узнать, каким образом вы, в принципе, пришли к идее того, что это голос. Вот. То есть то, что вы заметили, что это голос, это хорошо. То, что вы, ну, видите или замечаете, да, что это голос, это прекрасно. Вот. Но все-таки хотелось бы увидеть, как вы к этому пришли. Потому что, ну, есть такое достаточно хорошее правило, как мне кажется, которое гласит, что на веру принимать, что-либо. А идеи, они самые лучшие. Вот. Поэтому извините, но, как бы, хочется об этом тоже вас спросить. Следующее. Значит, вы говорите, что звучит голос. Хорошо. Как вы на этот голос реагируете? Чего этот голос для вас хочет? То есть здесь нужно работать, если уж мы говорим про, то есть это голос, то работать здесь нужно, ну, как минимум, наверное, в рамках транзакционного анализа. Вот. Если мы хотим, ну, результат какой-то, да, если мы хотим какого-то результата, то работать нужно в рамках транзакционного анализа. Так обычно делают, когда, ну, говорят вот про, значит, голосородителей, ну, звучащие голосородители, вот, как бы, в голове. Что касается вас, что касается вас, то, как минимум, не совсем понятно, да, как вы с этим работаете. Безусловное принятие, если на то пошло, вещь хорошая, ну, безусловное принятие, да, вещь хорошая. Но, как бы, им одним что-то делать с голосом не особо что-то можно, потому что это из разных историй. Принятие, безусловное принятие, это связано чисто с вами, с вашей личностью, а взаимодействие с голосом, это немножко другое. Да, это тоже ваша личность, но немножко другое. Дальше. Так, значит, я пошел дальше и начал просто практиковать безусловное принятие себя через призму удовольствия. Жил в иллюзии, что хотел стать идеальным, без права на ошибку, отделял себя в любви и принятие, соответственно, в том, что не позволял каким-то возможностям, которые мне дали жизнь происходить, так как считал, что я недостоин и что должен быть наказан. У вас довольно долгие предложения, вот, вследствие чего смысл несколько теряется и довольно сложно уловить, как бы, суть. Ну, вот. Значит, вы пишете, что практиковать безусловное принятие себя через призму того, что я жил в иллюзии, ну, желания стать идеальным. Вот. И вы говорите, что это для меня было не очевидно. Так происходит где-то на уровне подсознания. И я понял, что, значит, вся моя жизнь, вся моя семья считала меня не таким и смотрелся суждением. И я, значит, соответственно, все свои три числа пытался доказать обратное, отказавшись на себя от себя самого. Так, а где же здесь принятие себя, как бы? То есть, как-то вот я не вижу принятия себя. От слова совсем, вот, здесь я вижу проблематику, которую вы описываете, что вы пытаетесь быть идеальным. Да, по сути, это, ну, наверное, про нарциссизм здесь идет речь. Вот. Но я как-то не вижу, как именно вы практикуете принятие себя. Вот. Для меня это как-то вот, ну, несколько не очевидно. Вот. Поэтому, если можно, то постарайтесь, пожалуйста, это тоже раскрыть. Да? Вот. То есть, да, сейчас вы говорите о том, что я понял, что, ну, был неправ, да, понял, что пытался быть идеальным, там, земля смотрела на меня с осуждением и прочее, прочее, прочее. Да, хорошо. Но ваша-то активность здесь где? Где конкретно ваша активность? Вы вроде бы о ней говорите, но в то же время вы о ней не говорите, к сожалению. На мой взгляд, это большая проблема. Потому что, ну, как бы, опять же подменяются понятия, да, подменяются, подменяются вот терминами. Вот. Которые, которые, ну, в данном случае, вами используются. Вот. Дальше. После смерти мамы эта травма, с травмой нужно работать, не угасая, что боль в груди не давала покоя через ее принятие. И проживание начали приходить не писать, такие, как чувство вины и, впоследствии, условное принятие себя, которые разрушали всю мою жизнь. И я просто упускаю все возможные жизни. Какие именно возможности вы упускаете? Как именно это разрушает вашу жизнь? То есть, о чем конкретно вы говорите? Дальше. Чувство вины и условное принятие себя, это не inside, а рэкетное чувство. Понимаете? То есть, вы используете термины, смысл которых вы не знаете в данном случае. Понимаете? В чем штука? Вот. Плюс у вас достаточно серьезное здесь идет обобщение. Вот. Ну, не совсем понятно, о чем вы говорите. Вот. И, по сути, как бы ваш рассказ, он оставляет больше вопросов, чем ответов к вам. Вот. Потому что, ну, какие именно возможности выпускаете? Как именно разрушается ваша жизнь? Все это нужно разбирать. Поймите, пожалуйста. Поймите, пожалуйста. Вот. Чтобы вы, чтобы хотя бы вы сами, ну, понимали, о чем идет речь. Вот. Потому что, ну, мне, вот, например, да, мне, мне довольно сложно уловить, как бы, вот то, что, ну, вы хотите сказать. Я понимаю, я понимаю, что, что вы хотите сказать. Но уловить довольно, довольно сложно. Дальше идем. Так. Практикуем, безусловно, предназначение себя, вопреки не предназначение своих родных. Как? Как вы практикуете это? Непонятно. Почему вопреки? Здесь, пожалуй, нужно затронуть такой аспект. Как бы, принятие, принятие себе не бывает вопреки. Ну, то есть, нельзя вопреки что-то принимать. Вам нужно принимать, ну, условно говоря, своих родных. Конечно, вас, боже упаси, никто не заставляет это делать. Вот. Совершенно никто. Но, крайне желательно, чтобы вы принимали своих родных, своих близких. Потому что, ну, в противном случае, просто, ну, многое теряет смысл. Вот. Вам нужно, значит, принять, принимать своих близких. И принимать себя. Вот. То есть, это не работает таким образом, что вы можете принимать, ну, себя вопреки. Вот. Не работает. Вот. Надеюсь, это понятно. Что здесь вы выбираете борьбу. Дальше. Я начал ощущать подъем и чувство опоры внутри. Но, например, я ощущаю, что они более тяжко. Это значит, что вы от своих близких становитесь дальше. Само если вы с ними боретесь. Вот. То есть, по идее, когда человек себя принимает, он, ну, должен, да, становиться ближе к своим близким. Но, в данном случае, вы становитесь дальше. А целует тоска. С одной стороны. И с другой стороны, тоска может быть вызвана, ну, и некоторыми другими вещами, некоторыми другими факторами. Вот. Такими, как, например, страх. Вот. Ну, то есть, страх, там, допустим, поступить как-то, ну, поступить как-то неправильно. Поступить как-то, ну, неудачно, да? Поступить как-то, может быть, плохо. Да? То есть, такие моменты тоже здесь могут быть. Нужно, опять же, поработать с вами, чтобы лучше понять, чем связана боль и тоска, которую вы чувствуете. Потому что, пока что, повторюсь, пока что не ясно. Вот. Это уже нашевидно, что вам здесь нужен человек, с которым это можно все обсуждать. Вот. У меня уже складывается такое впечатление, что все это вы делаете один. Вот. И, соответственно, ну, от объективности, в данном случае, ничего не остается. От слова совсем. Вот. И это нормально. Вот. Дальше. Значит, что это значит? Как можно укорениться и учить себя, безусловно, самопринятие, вопреки всему, никак. Потому что учить себя означает слияние с чем-то инородным. Вот. А принятие себя – это не что-то инородное. Это именно и есть вы. Поэтому давайте, ну, все-таки не будем, да, склоняться к идее, вот, ну, такой, какую вы предлагаете. И все-таки будем более экологично действовать по отношению к вам. Потому что, ну, то, что вы говорите сейчас, ну, то, как вы описываете, а вот то, что вас беспокоит. Я бы сказал, что очень это, ну, тревожно, очень тревожный момент. Вот. И я, конечно, надеюсь ошибаться, но вы движетесь, да, вы с одной стороны проводите довольно серьезную работу, а потом, с другой стороны, ну, можете легко себе навредить, потому что движетесь вы по таким, знаете, очень серьезным шрамам. Все-таки нужно, чтобы вы это делали более гуманно по отношению к себе. А мне показалось, что в том, что вам плохо и больно, вы увидите для себя некий плюс. Вот. Поэтому никак, почему вы решили, что есть какой-то такой уникальный, скажем так, простой способ для вас, вот, чтобы, ну, взять и сразу добиться того, чего вы хотите. Вот. Я, честно говоря, хотел бы, чтобы вы ответили на этот вопрос. Было бы весьма интересно, как мне кажется, послушать. Вот. Вот. Как-то так, пожалуй, я мог бы ответить к вам. Вот. У вас много, очень много интеллектуализации идет, очень много, как бы остается, ну, в области ваших, ну, привычных понятий. Вот. Ага, штука, штука, она в том, что вам как раз, ну, на мой взгляд, нужно двигаться в сторону отхода своих от привычных понятий. Вот. Сейчас, на мой взгляд, вы этого не делайте. Вот. Какая-то, какая-то такая история, какой-то такой ответ. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это интересно было. Вот. Обращайтесь за помощью к специалистам, вот, которые, ну, на самом деле могут оказать вам помощь. Вот. И не занимайтесь самолечением, не занимайтесь самотерапией. Удачи вам. Всего вам. Доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Доброго. 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 Д